Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Раздали на орехи. Министры на заседании правительства сегодня увольняли, делили и не только. Сирены отчаяния. Врачи скорой помощи провели флешмоб в нескольких городах. Чего требуют? Перекричать толпу Трамп обратился к Конгрессу под аккомпанемент протестов. Чем недовольна улица? Официальная прощай. Романа Насирова уволили с должности главы фискальной службы. Такое решение принял Кабмин. Кроме прочих злоупотреблений Насирову вменяют двойное гражданство. Над кем еще завис Дамоклов меч премьеры и какие текущие вопросы успели решить министры, знает Богдан Вербицкий. Сначала взялись за директора Укроборонпрома Романа Романова. По мнению премьера Гройсмана, чиновник работает неэффективно. Поэтому он попросил президента уволить Романова. Не забыли и о начальнике фискальной службы Романе Насирове. Сегодня я пропоную принять решение уряду и подать президенту клопотание про извольнение с посады генерального директора Укроборонпрома Вана Романова. Если у людей есть заборгованность, пожалуйста, погасить. Ворочаете миллиардами, не можете погасить, значит некомпетентнее извольнение Насирова с посады. Поэтому мы принимаем сегодня это решение. После решения кадровых вопросов перешли к бюджету. Министр финансов Александр Данилюк отчитался о новом бюджетном кодексе. Государственную смету хотят принимать не на один год, а на три. По словам Данилюка, такой подход намного эффективнее. Это действительно революционный крок, который, а также перехват от одноречной до трехречной перспективы бюджетного планования, это системная смена бюджетной политики. Мы должны ориентовать на будущее, создавая основы для проведения системных глубоких реформ. Одним из главных источников пополнения госказны, по словам Гройсмана, является бизнес. Премьер обещает, в этом году для него создадут все условия. Нам нужно ликвидировать, я наголошу на этом, повноважение СБУ, национальной полиции, в частности податковой полиции, прокуратуры, повноважение в сфере предприятия и бизнеса. Мы должны создавать интеллектуальную службу, службу финансовых расследований. Не забывают в правительстве и об объединенных территориальных громадах. Они смогут получить землю. Мы нашли решение в межах действующего законодательства, законный способ передачи государственной и сельскохозяйственной земли в коммунальную властность объединенных территориальных громад. До конца года Кабмин планирует отдать в пользование ОТГ около 760 тысяч гектаров земли. Кроме того, правительство намерено оказать помощь освобожденным из плена украинцам. В Кабмине им обещают финансовую поддержку. Окончательные списки тех, кому необходима помощь, должны составить в СБУ. Богдан Вербицкий, Владимир Самченко. Подробности. Телеканал Интер. Ну не только Насиров имеет гражданство нескольких стран. Кроме него в наличии двух паспортов журналисты уличили также мэра Одессы, например, Геннадия Труханова и народного депутата Вадима Рабиновича. Впрочем, это абсолютно не мешает политикам наслаждаться жизнью. Тот же Рабинович, например, продолжает ходить на заседания парламента и, между делом, отдыхать на всемирно известных курортах. Причем не с украинским паспортом. Информация о том, что у Вадима Рабиновича есть второе гражданство, всплыла несколько месяцев назад. Журналисты выяснили, в 1994 году парламентарий репатриировался в Израиль, взяв новое имя Давид. Это подтверждает и его идентификационный код, который получают исключительно граждане Израиля. Такое поведение вызвало осуждение среди коллег Рабиновича. Нардепы настаивают на проведении расследования. Разобраться в ситуации обещали в НАБУ. Но Рабинович по-прежнему свободно передвигается, пользуясь и украинским, и израильским паспортом. Взагалі практически никакой внимания к поездке народного депутата Вадима Рабиновича. Я даже не знаю, если правильно будет Вадима или Давида Рабиновича, поскольку по израильскому паспорту он Давид. Поездку в Таиланд. Людина, мало того, что он представителем Украины, поскольку он народный депутат, он летит отдыхать в Таиланд, но почему-то он летит отдыхать под документами гражданина Израиля. И пока обладатель двойного гражданства Труханов находится под прицелом правоохранителей, Вадим Рабинович продолжает копить на израильскую пенсию и путешествовать по экзотическим странам. Процесс передачи земли в собственность объединенных территориальных громад начнется уже с 1 февраля. Вначале проведут инвентаризацию, которая продлится до конца года, пока действует мораторий на продажу сельхозугодий. А вот оппозиция считает, что продавать сельхозугодий ни при каких обстоятельствах нельзя. Наша фракция проголосовала за продление моратория на продажу земли, потому что мы считаем, что страна и люди не готовы к рынку земли сегодня в том виде, в котором предлагают внешние наши управляющие, там ВФ и внешние кредиторы. То есть на сегодня, в условиях, когда упала в три раза стоимость национальной валюты, есть опасность, что крупные холдинги просто придут и скупят землю, а фермеры останутся ни с чем. Фермеры, которые являются основой работы на земле, которые создают, собственно говоря, рабочие места, которые кормят его, не кормят страну, они останутся ни с чем. НАБУ и САП подозревают экс-руководство администрации морпортов в присвоении четверти миллиарда гривен. Речь об этом идет в сообщении пресс-службы антикоррупционного бюро. Два дня назад детективы НАБУ обыскали администрацию морпортов на территории Одессы, Николаевской области и в Киеве, после чего сообщили о подозрении восьми чиновникам, а бывшего главу администрации Андрея Амелина задержали. Ветераны АТО решали сегодня, кто будет руководить профильной госслужбой, кто претендует на кресло и почему вокруг него развернулись настоящие баталии, расскажет Юлия Жешко. Сюда, в общество по содействию обороне Украины, съехались общественные организации и военные. Поводом стал Валентин Манько. Он должен стать новым главой госслужбы по делам ветеранов и участников АТО. Единый союз патриотов Украины решил поддержать кандидатуру Валентина Манько. Он победил в конкурсе на должность главы госслужбы по делам ветеранов. Однако в СМИ начали появляться сообщения о том, что ветерана его кандидатуру не одобряют. Вокруг этого начал подниматься такой, ну на наш взгляд вообще, какие-то неправильные вещи вокруг этого всего. Мы хотим сказать свое слово по этому поводу. Кому-то это не нравится, нам это нравится. Против назначения Манько выступают некие общественные организации. Их представители уверяют, что победа в конкурсе досталась бывшему бойцу АТО по ошибке. И Манько обязан пройти процедуру повторно. Сам кандидат заявляет, причиной всех проблем стала его политическая позиция. По-перше, там есть, может, какие-то особенные помства у людей. А по-друге, это громадские организации, которые были приближены до службы этих справок ветеранов. Они отрабатывались от этих денег. То есть, их финансование было с державой. Я высловил свою идею и сказал, что я хочу, как глава, я буду закинчивать с этими выплатами державными. По его словам, госслужба по делам ветеранов очередная площадка для коррупционеров. Манько уверен, что бюджетные деньги общественники просто распихивают по карманам. Да и сами ветераны говорят, что госслужба работает неэффективно. Мы считаем, должен быть человек тот, который всегда протянет руку помощи и все. Почему? Потому что я видел. Ну почему? Потому что доброуческий батальон и непосредственно он, который сплотил возле себя. Ветераны АТО подготовили обращение к премьер-министру, чтобы он подтвердил законность назначения нового главы госслужбы по вопросам ветеранов и участников АТО. Юлия Жешко и Павел Лысенко. Подробности телеканал Интер. Бывшие сотрудники силовых структур сегодня вышли на митинги. В Киеве они собрались возле Кабмина в Ривне на центральной площади города. Говорят, устали ждать обещанного перерасчета пенсии. Поддержать людей приехал нардеп Сергей Каплин. Он заявил о создании единого штаба пенсионеров, афганцев, военных и экс-милиционеров, который будет бороться за повышение выплат. Первым делом митингующие потребовали, чтобы Верховная Рада приняла постановление о перерасчете пенсии. Бороться в судах, по их словам, уже не получится. С сегодняшнего дня вы не сможете выиграть любой суд по поводу перерасчет пенсии. Поэтому, фактически, с сегодняшнего дня я знаю, что существует несколько прецедентов и несколько решений уже судов Верховного суду. Мы с вами избавлены возможности дальше добиваться перерасчет своих пенсий в судовом порядке. Крапка. Нам сегодня нужно взять на карандаш всех депутатов по всей стране, мажоритарников, всех. У вас их несколько. С ними провести разговоры и взять от них обязанности поддерживать все наши постановки и наши законопроекты о перерасчет пенсии. В Донбассе снова потери. Один украинский армеец погиб в результате обстрела боевиков. Противник сегодня ввел огонь по позициям в Авдеевке и Павлополе. Напомню, вчера на передовой тоже было неспокойно. За минувшие сутки один боец погиб, двое были ранены. Где и как произошла эта трагедия, расскажет Игорь Левенок. Поселок Водяное. Передвигаться нужно быстрым шагом. Вражеские снайперы. Здесь настоящее бедствие. Морпехи лаконично дают оценку ситуации. Бойцы говорят, вчера боевики словно с цепи сорвались. Под вечер ударили из минометов. И целую ночь не прекращался снайперский огонь. В условиях темноты попасть в цель может только профессионал. И вчера от пули снайпера здесь погиб молодой парень-морпех Артем Скупейко. Вооруженец Херсонской области. Ему было 23 года. Трагедия случилась, когда он шел на боевое дежурство. Морпехи с такой тактикой стрельбы сталкиваются не впервые. Но наши военные боевой дух не теряют. Игорь Левенок, Вадим Ревун, Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интер. Закон о реинтеграции Донбасса не решает проблемы жителей региона. Об этом в Харькове заявил лидер оппозиционного блока. Юрий Бойко считает, что после принятия документа люди, которые хотят покинуть Ордло, фактически получили сигнал, что они лишние. Полтора миллиона человек лишились всего. Жилья, работы и вынуждены были уехать из зоны боевых действий. Кроме 800 гривен минимальной помощи они от государства ничего не получают. Поэтому парламент должен отменить закон, так считает Бойко. А для восстановления территориальной целостности Украины оппозиционеры разработали пошаговую стратегию на основе Минских соглашений. В первую очередь это, безусловно, введение миротворцев в зону конфликта. Закон об особом статусе этих регионов на 3-5 лет для восстановления мирной жизни, инфраструктуры и подготовки этих регионов. Второе. Закон об амнистии для тех, кто не убивал и не участвовал в преступлениях. Восстановление экономических отношений с этими территориями. Подготовка и проведение выборов местных органов власти на них. И восстановление контроля над границей между Украиной и Россией украинскими пограничниками. И в отличие от так называемого закона по реинтеграции, конечный результат введения этого плана это возврат территории людей в Украину. Не отказываться от санкций и требовать выполнения решений международных судов. Такой план помощи украинцам в Крыму обсудили в Европарламенте. Кроме евродепутатов к дискуссии в Брюсселе присоединились лидеры крымско-татарского народа Мустафа Джамилев, Ильми Умеров и Ахтем Чайгос. Они напомнили европейским политикам о правонарушениях и преследованиях коренного населения оккупированного полуострова. Депутаты согласны, Россию нужно заставить выполнять решения международных судов. На сегодняшний день нами зафиксировано 49 случаев похищения. Из них 19 человекам удалось как-то освободиться и переехать материковую часть Украины. 6 человек мы нашли трупы, обезображенные, со следами пыток. У нас есть очень правильные решения в суде по правам человека ООН. Они являются базой, инструментом для решения вопроса оккупации. И международное сообщество должно в первую очередь заставить Россию выполнять эти судебные решения. Перекричать улицу. Дональд Трамп впервые выступил с ежегодным обращением к Конгрессу. Его путь в Капитолий сопровождался ревом толпы. Как противники политики Трампа восприняли речь президента? Дмитрий Анопченко видел все своими глазами. Поздний вечер. Все улицы вокруг Конгресса полностью перекрыты. И для машин, и для пешеходов. Ведь вскоре президент из Белого дома в Капитолий на выступление ехать будет. Границы оцепления подтягиваются люди с самодельными плакатами. В Конгрессе в это время последние приготовления. На балконе для гостей первая леди появляется. В зале присутствуют все и сторонники, и противники. Только четыре демократа решились на демарш. Заявили, не придут. Протестующих тем временем все больше. Они выстраиваются вдоль дороги, по которой Трамп поедет в Конгресс. Рассчитывая, что президент их увидит или хотя бы услышит. State of the Union. Традиционное выступление президента в Конгрессе. Долгие годы. В этот вечер страна замирала у телеэкранов. Потому что из этой речи действительно можно понять, куда движется Америка. В этом году телевизионщики тоже рассчитывали на рекордные рейтинги. Но зрители вовсе не дома у телевизоров. Они здесь. Я тут, поскольку не могла остаться дома и просто телевизор смотреть. Он все равно там. Все врать будет. А я считаю, Трамп страну тянет назад. Идет неправильным курсом. И протестую, чтобы мир узнал. Мы не сдадимся. Президентский кортеж в этот момент торжественно выезжает из Белого дома. Через несколько минут демонстранты встретят его криками «Шейм! Позор!». А Дональд Трамп, увидев пикеты, демонстративно отвернется в другую сторону. Он зашел в зал под овацией, пожимая руки по дороге к трибуне. Этого не показали в трансляции, но с балкона пресса было видно. Часть конгрессменов предсказуемо даже не встали. Чтобы объединить и конгресс, и тех, кто собрался у телевизоров, речь Трампа, а она час двадцать продлилась, была максимально толерантной. Я прошу всех, всех отбросить разногласия, найти общий язык, создав единство, которое мы должны показать людям. Он много говорил об экономике. Дескать, Америка на подъеме, налоги рекордно снижены. Сейчас удастся перестроить страну. Прошу конгресс принять закон, который направит как минимум полтора миллиарда долларов на создание новой инфраструктуры. Слово «Россия» Трамп за всю речь сказал только один раз, мельком. Был осторожен, говоря об эмиграции. Спичрайтеры заложили в эту речь десятки месседжей, намеков. Дескать, хватит воевать. Я президент всей страны, а не только той ее половины, которая за меня проголосовала. У Капитолия тем временем стычки противников и сторонников Трампа. Эмоции так накалены, что людей живой стеной полиция разделила. Тут люди, отстаивающие свои права. Зачем ты сюда приперся? Он президент США. Вы должны это уважать. Закройте рты. А Трамп, закончив выступать, спускается в зал. Раздает автографы и пожимает руки. В этот вечер он попытался обнадежить всех и сторонников жесткой линии, пообещав им снова открыть тюрьму для террористов в Гуантанамо и тех, кто внутренними проблемами озабочен. К примеру, дал обещание резко снизить стоимость лекарств в стране. Что и понятно, уже осенью парламентские выборы, и ему очень нужны голоса. Ведь пока что в Конгрессе, как и в стране, противников и сторонников 50 на 50. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Вы смотрите подробности, и вот что у нас во второй части. Рабство под прикрытием. В Днепре штурмовали реабилитационный центр, где людей удерживали насильно. Хватит улучшений. Совладельцы многоквартирных домов протестовали в Кропивницком против новшеств Минфина. Что не устраивает. Терпение лопнуло. Жители одного из районов столицы перекрыли шоссе, требуя закрыть завод по производству фанеры. Через несколько минут, правда, дорогу разблокировали, но установили палатки перед проходной фабрике. К радикальным действиям перешли, поскольку многочисленные обращения к органам власти остались без ответа. Люди убеждены, что завод в фанплит выбрасывает в воздух ядовитый фармальдегид, хотя расположен он прямо в жилом квартале. Участники акции надеются, что хотя бы теперь на них обратят внимание. Наша реакция на бездействие власти о том, что завод работает с нарушениями всех разрешений на выбросы. Наша петиция набрала необходимое количество голосов для Киевраду еще весной прошлого года, но до сих пор рабочая группа не создана. Никто не хочет заниматься нашим вопросом. Вопреки всем приписам служб, завод продолжает работать с нового года в полную силу. Это жители микрорайона возле Ленинградской площади, Березнякова, Познякова. И еще об одном протесте, который не услышать было очень сложно. Сразу в нескольких городах ровно в полдень взвыли сирены скорой. Это крик медиков о помощи. Что заставило их прибегнуть к такой акции, расскажут наши корреспонденты. Киев, Харьков, Одесса, Черкасса, Запорожье. Ровно в полдень на 5 минут включаются сирены. Это врачи скорых сбунтовались против реформы Минздрава. Врачей и фельдшеров хотят заменить на парамедиков. По американскому принципу. Это значит, что скорая будет лишь доставлять пациента в больницу. Об оказании помощи на дому, например, сбить температуру или давление, можно будет забыть, говорят медики. Они решили, что самое правильное решение – это пополам. Система и врачебная, и парамедицины. То есть в ситуациях, когда есть необходимость и есть возможность оставить пациента на дому, его нужно оставить дома. Если нуждается в экстренной транспортировке, это работа парамедицины. Нововведение прочувствуют на себе и водители скорых. Основы анатомии, патологичной анатомии, физиологии, основы внутричной медицины, педиатрии, хирургии, акушерства, тагинекологии, ортопедии, травматологии, урологии, отоларингологии, офтальмонологии, инфектологии. Это далеко не полный список азов медицины, которые должны будут освоить те, кто годами сидит за рулем. Виктор Бутенко работает водителем скорой 20 лет и в роли парамедика плохо себя представляет. Говорят, что будут переучивать. Если я всю жизнь с водителем проработал, какой я доктор? А гайки кто будет крутить? Мы же сами гайки крутим, никто нам ничего не делает. Так что мы должны и роды принимать, и гайки крутить. В свободном профсоюзе медработников Украины уверены, такая реформа убьет систему экстренной и неотложной помощи. В стационарах убегают врачи, уезжают за границу, у нас увольняются водители. И мы, если так дело пойдет, то скоро останемся на своих двоих. И я даже не знаю, чем это все закончится для нашего населения. С петиции отказаться от идеи переквалификации врачей в парамедиков, профсоюз медработников обратился в Кабмин. Сейчас собирают подписи. Нужно 25 тысяч. Но пока есть чуть более трех с половиной. Но шансы недопустить нововведений есть, считают медики. И приводят опыт европейских стран. В детсистемы парамедиков уже отказываются. Сергей Бордюжа, Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко, Игорь Воробей. Подробности телеканал Интер. Тем временем в Киеве подтвердили первый в этом году случай заболевания столбняком. По словам врачей, в больницу мужчина попал еще пять дней назад. Напомню, ранее в Луганской области подтвердили случай дифтерии. Кроме того, в Минздраве не исключают новых вспышек кори в ближайшие два месяца. Серая селитра. Остановить поток российской продукции требуют украинские производители удобрения. Отечественный рынок буквально завален товаром из соседней страны, несмотря на санкции. Из-за этого украинские заводы оказались на грани остановки. Кто помогает российским компаниям обходить запреты и можно ли исправить эту ситуацию? Об этом в следующем материале. Обсуждение поставок химудобрений из России на украинский рынок состоялось в Минэкономразвитии. Не секрет, что за последнее время российский монополист компания Еврохим своим товаром буквально захлестнула украинский рынок удобрений. И это все в обход запретов. Больше года продолжается антидемпинговое расследование. И за этот год, за российские деньги, мы то взагалі то изменялись. То мы дожили его восстановить. Когда его изменяли, майже вся химическая галузь Украины остановилась. В том числе и наиболее предприятие на моем округе. Тысячи моих выборцев остались без работы. На заседании украинские производители, в который раз просили поднять для России пошлины на селитру, ведь те, что уже приняты, россияне научились обходить. Они начали массово завозить, по сути, ту же аммиачную селитру, идентичную по химсоставу, но под другими таможенными кодами и со стороны Беларуси. По словам народных депутатов, за последние два года по так называемым серым схемам, то есть манипуляциям с таможенными кодами, из Российской Федерации в Украину было ввезено более 500 тысяч тонн аммиачной селитры. Таким образом, доля российских медоводобрений составила более 50% на рынке. Мы неодноразово звертались в правоохоронные органы, в Службу безопасности Украины, Генеральную прокуратуру Украины. Відповідно, на Еврохим накладены санкции, так как они торгуют с окупованными территориями, то есть с террористами, и мы требуем от Министерства экономики, чтобы они выполнили эти санкции до Еврохима, то есть до края-агрессора, которая сегодня, по сути, безмытно ввозит свою продукцию на территорию Украины, в тот момент, когда украинские предприятия стоят и люди не имеют работы. В результате Украина недополучает более 30 миллионов долларов в год, а украинские химзаводы сейчас на грани остановки. Мы ждать больше не можем. Если в ближайшее время от влады не будет решительных, действительных, эффективных государственных решений на поддержку украинского собственного производителя, на защиту от края-агрессора, мы просто обязаны будем физически остановить этот поток контрабанды, обязаны владу принять эти необходимые решения. Но мы реально не даем на угоду края-агрессора сруйновать целую сферу жизнедеятельности нашей Украины. Тем временем отечественные производители начали в судах отстаивать свои интересы. Однако Еврохим тоже начал судебную войну, подал иск против Министерства экономно-развития Украины. Инна Томин, Алексей Шматов, Павел Лысенко. Подробности телеканал Интер. В Днепропетровской области спецназовцы штурмовали так называемый реабилитационный центр, где якобы лечили людей от алкогольной и наркотической зависимости. Почему их удерживали здесь насильно, разбиралась Елена Миндалюк. С обыском в реабилитационный центр спецназовцы прибыли ночью с оружием в руках. Входные двери пришлось взламывать кувалдой и ломом. Вот тут дверь бей вниз. Бей внизу. Вот. Полиция легли на пол. Руки за голову. В реабилитационном центре правоохранители застали 33 пациента. Среди них и несовершеннолетняя девушка. Все они якобы проходили лечение от алка и наркозависимости. По словам полицейских, не все приходили в центр добровольно. Мужа Кристины 1 января неизвестный забрали из дома силой. Девушка утверждает, ее муж не пьет и даже не курит. 26 дней. Я туда звонила утром, в обед и вечером. Ездила туда. Я сама искала этот адрес. Сама ходила там. В общем, пыталась узнать, где он. Ничего. Я обратилась изначально к адвокату. Проконсультировалась с ним. Адвокат мне сказал, иди в полицию. Юрий после рейда правоохранителей вернулся домой. Рассказывает, в центре ежедневно читали молитвы и работали по хозяйству. Кто уклонялся, жестоко наказывали. Те люди, которые явно выражали свое недовольство, ломились в двери, добивались звонка домой. Их связывали, я видел. Люди вскрывали вены себе, чтобы их хотя бы вывезли в больницу и по дороге как-то убежать хотели. За двухметровым забором, десятки соток земли, большой трехэтажный дом на окнах решетки. Но соседи ни о каких пытках не слышали. Александр знает почти каждого из пациентов по имени. Нормальные пацаны, я же говорю, что они по молоку приходят, общаемся. Они не такие, что замкнутые там или тормознутые, или что-то скрывают. Реабилитационный центр в селе Васильевка работает уже два года. Открыли его двое мужчин. За лечение брали от 5 до 7 тысяч гривен ежемесячно. Хотя никаких разрешительных документов у них не было. В этом центре нет никаких лицензий. Единственные документы у них есть. Это свидетельство о регистрации общественного объединения. Полиция открыла уголовное производство по статье «Похищение людей». Елена Мендалюк, Евгений Конецов. Подробности, телеканал Интер, Днепропетровская область. Боролся, но проиграл. В Харькове на взятки попался чиновник, работа которого бороться с коррупцией. После его разоблачения раскрыли целую коррупционную вертикаль. Все детали расскажет Светлана Шакера. Руководителя одного из подразделений Госпродпотребслужбы, в обязанности которого входит борьба с коррупцией, задержали сотрудники СБУ. Взялись поличным в его же автомобиле. Во время получения взятки в 8 тысяч долларов. В такую сумму он оценив не притягивание работника до административной ответственности за, как будто, в действие коррупционного правопорушения. Взятку правоохранитель требовал у своей коллеги-ветеринара. Женщина купила новый автомобиль, но не внесла данные в декларацию о доходах. И за это могла поплатиться должностью. Задержанный Артур Кулькин. Прежде чем перейти в Госпродпотребслужбу, возглавлял линейный отдел полиции на станции Харьков-Пассажирский. Занимал должность замначальника внутренней безопасности в полиции. Работал в департаменте защиты экономики. И везде отвечал за борьбу с коррупцией. Об успехах говорит его декларация. В последнюю он указал квартиру. Большую, дону около 100 квадратных метров. Которая была куплена в свое время за 150 тысяч долларов. Три хорошие автомобиля, которые также покупались в год выпуска за довольно внушительные суммы. Например, Акура, в которой его и задержали сотрудники правоохранительных органов. Был окуплен, если не ошибаюсь, за 60 тысяч долларов. В СМИ уже разошлась информация. Артур Кулькин был лишь винтиком большой коррупционной схемы Госпродпотребслужбы, которая унаследовала функции фитосанитарной службы и ветеринарного контроля на рынках города. За комментариями мы пошли к руководителю этой структуры. Но на рабочем месте его не оказалось. Нам нужен Александр Валентинович Тертышник. Его нету? А где он? Киев ехал. Меру пресечения его подчиненному Артуру Кулькину избрали содержание под стражей с правом внесения залога. Судом, стосовно него, обрано запобежный захист в виде тримания под вартою с возможностью внесения заставы в размере 264 тысячи гривен. Следующие действия продолжаются. Сегодня жена Кулькина внесла залог. И сегодня же, по нашей информации, в столице приняли решение снять с должности исполнявшего обязанности начальника Харьковского управления Госпродпотребслужбы Александра Тертышника, под руководством которого работал попавшийся на взятки Кулькин. Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности, телеканал Интерхарьков. ЖКХ по евростандартам. Институт стратегических исследований «Новая Украина» разработал свой проект реформы ЖКХ. К его детализации готовы привлечь не только обычных потребителей, но и экспертов ООН. По мнению авторов, проекта нововведения в коммунальной сфере позволят расширить полномочия местных властей и заинтересовать инвесторов. Проблемы ЖКХ сегодня вывели на митинг председателей ОСМД в Кропивницком. Их возмутили новшество, которое с начала года ввел Минфин. Речь идет об изменениях в возмещении субсидий для участников ОСМДФ и жилищных кооперативов. Чего требовали и кто вступился за жителей многоэтажек? Подробнее в материале. На митинге больше сотни руководителей общества, владельцев многоквартирных домов. Все они требуют отменить нововведение Минфина. Согласно им, с этого года ОСМД и кооперативы приравняли к руководящим компаниям и ЖЭКам. А значит, теперь им необходимо платить налоги. Усложнилась и процедура получения компенсаций по субсидиям. Это хрупкое тело, которое создано буквально год назад, этот наказ разрушит. Итог будет такой. И преследуется, чтобы нас, мы не способны, скажем, небольшие, скажем, ОСМДФ, пойти по этому наказу. Виктория вместе с жителями еще трех многоэтажек отказалась от услуг ЖЭКа больше года назад. Благодаря этому и квартплата осталась минимальной, и на ремонт хватало. А вот с изменениями без повышения тарифов уже никак. Для ОСМД, которое возглавляет Виктория, государство должно было перечислить 50 тысяч гривен компенсаций за субсидии. Но получить их в объединении не могут. Из-за нововведений от ОСМД требуют открыть в казначействе спецсчет. А деньги теперь могут тратить только на оплату утвержденных услуг. Но за них ОСМД уже рассчиталось. А вот направить эти средства на ремонт, как планировали, теперь уже нельзя. Те мешканцы, которые не отримывают субсидии, с тех денег сплачивали по точной рахунке на вытраты ОСББ. А те гроши, которые накопичились по субсидиям, борги державы. Тобто держава нам заборговала и не хочет отдавать. Ситуацию уряду відома. Нещодавно, буквально несколько дней назад, собирались соответствующие нарады. Есть протокольное доручение вице-премьер-министра Зубка про то, чтобы удосконалить этот порядок. Можливо, ОСББ будут вообще выключены из этого перелику. И на сегодняшнем заседании правительства Владимир Гройсман жестко отреагировал на проблемы ОСМД и дал поручение министру финансов в кратчайшие сроки решить этот вопрос. Как премьер-министр и урядовая политика связаны с тем, что ОСББ становились более мобильными, сильными и эффективными. И мы будем это поддерживать. Поэтому никаких дискриминаций по отношению к ОСББ я не допущу. А то, что касается работы, которую должен выполнять Минфин, он должен выполнять. Тут нет никаких заперечений. Свои требования руководители ОСМД уже направили в министерство. Ждут реакции. Елена Брынза, Владимир Кувакин. Подробности. Телеканал Интер. Кропивницкий. Ушел из жизни первый космонавт независимой Украины. Леонид Кадынюк. Умер внезапно во время утренней пробежки. Каким был герой Украины? Как долго он шел к своему первому полету к звездам? И как его вспоминают в родном селе? Об этом в материале моих коллег. Он мечтал стать космонавтом с детства. Обычный парень из небольшого Буковинского села навсегда останется первым украинцем со времен независимости, побывавшим в открытом космосе. Леонид Кадынюк вырос в семье преподавателей. Большую часть жизни проработал летчиком-испытателем. А своего космического полета ждал долгих 36 лет. В июне 1995 года Леонид Кадынюк победил в конкурсе на общий украинско-американский полет. А уже в 97-м на корабле НАСА «Колумбия» поднялся к звездам. С собой в космос взял обереги вышитый рушник и кабзарь. Полет длился почти 16 суток. У каждого из членов экипажа было свое задание. Кадынюк проводил эксперименты с растениями. Уже выросли новые рослины на борту корабля. Так мы их и назвали, космические рослины. Благодаря Кадынюку в космосе впервые прозвучал гимн Украины. По предварительной информации, Леонид Кадынюк умер от сердечного приступа во время утренней пробежки. В эту ужасную новость до сих пор не могут поверить его родном селе Клишковцах. Сегодня здесь траур. Леонид Кадынюк бегал по утрам практически в любую погоду. Держал себя в отличной физической форме. Он только на три года старше от меня. Он на тот момент занимался спортом. Он необычный человек. Вы знаете, ему сколько лет, он по 20 км каждый день бегал. В общем, вы настолько физически здоровый и разумом великий. Поэтому, интересно, я спевчуваю и родными, и близкими, и в целом всей Украине, что Леонида сегодня нет с нами. Вместе с родными и близкими сегодня скорбит вся Украина. Леониду Кадынюку было всего 67. Ольга Поломарюк, Екатерина Срывкова, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер. Почему в Польше теперь нельзя сходить за покупками в воскресенье? Зачем в Казахстане взялись измерять бороды? Какую татуировку Том Харди проспорил Леонардо Ди Каприо? Обо всем этом прямо сейчас. В Польше запретили торговать в воскресенье. Закон уже подписал президент Анджей Дуда. Исключение сделают лишь для интернет-магазинов, аптек, торговых точек на заправках и пекарен. Запрет будут вводить постепенно, пока у магазинов будет только два выходных в месяц. А с 2020 года их будут закрывать каждое воскресенье. Для того, чтобы работники торговли могли провести время с семьей. 107 миллиардов долларов взыскали саудовских принцев и бизнесменов, подозреваемых в коррупции. После уплаты штрафа высокопоставленных чиновников отпустили в досудебном порядке. В течение двух месяцев их содержали в пятизвездочной гостинице. Под стражей остаются еще 56 предпринимателей, министров и членов королевской семьи, которые отказываются заплатить компенсацию. В Казахстане планируют разработать эскизы, разрешенные для ношения в публичном месте бороды. Таким образом, в стране решили бороться с религиозными фанатиками. В разработке шкалы длины бороды будут принимать участие МВД и Комитет нацбезопасности. Кроме того, в общественных местах запретят носить одежду, которая усложняет распознавание личности. Жительницы Ирана протестуют против хиджабов впервые за 40 лет. Женщин вдохновила активистка из Тегерана. Она сняла головной убор прямо в центре города и начала размахивать им, как флагом. Ее арестовали. Но такому примеру последовали десятки других. Правда, пока это единичные акции. Иранки выкладывают фото в соцсетях с надписью «Девушки с улицы Энглаб». Именно там произошел первый показательный протест. Нарушительницам угрожает арест. Ведь ношение хиджаба по иранским законам обязательно. Том Харди набил татуировку, которую проспорил Леонардо Ди Каприо два года назад из-за «Оскара». Ди Каприо был уверен, что Харди войдет в шорт-лист номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за работу в фильме «Выживший». Так и случилось. Поэтому Харди пришлось сделать тату на выбор Ди Каприо. Тот выбрал надпись «Лео знает все». Это все новости на сегодня. Хорошего вам вечера, доброй ночи. И до встречи завтра в 8 вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова